В инспекционной поездке на отрезок, который в скором будущем соединит выезд из 6-го микрорайона с трассой М4 Дон, главу округа сопровождали председатель Совета депутатов Станислав Радченко и начальник управления архитектуры и строительства администрации округа Вера Попова. Представители подрядной организации рассказали о ближайших планах. Мы ждем на этой неделе проект, там замечание нам дало Рософтодорное примыкание, и как у нас уже бумажка будет, согласование мы много... А замечание устранено? Да, да, мы сдали еще до майских праздников, мы сдали, просто у них там, как обычно, около 30 дней, конечно, попросили побыстрее выдать. То есть как, 1 августа мы открываем дорогу? Да, положено, идем прямо. Давайте раньше. Ну, слушайте, мы же не будем, как бы, если будет раньше, будет раньше. Строительство выезда из 6-го микрорайона началось в мае 2019 года. В конце 2020-го была открыта дорога, соединяющая новые жилые комплексы с улицей Донбасской. Но счастье жителей было неполным. Теперь ждать осталось совсем недолго. Параллельно заканчивается возведение тротуаров вдоль существующего дорожного полотна. Будем принимать все меры, чтобы к июню месяцу эта дорога была. Многие жители, они активно пользуются пешеходной сетью. Как раз-таки вот сегодня мы с вами можем заметить, достраивается последний участок тротуаров, который им мешал благополучно пройти там по путепроводу и дальше выйти на улицу Донбаска. Изначально дорогу планировали полностью сдать в течение года, но корректировку в планы строителей внесли и непростой рельеф местности, и погодные условия, и пандемия коронавирусной инфекции. Все это время в том числе и общественники вели диалог со строителями и не давали им, как говорят, расслабиться. Несмотря на то, что до трассы М4 строителям осталось пройти всего несколько метров, а все работы должны продлиться не более двух месяцев, глава муниципалитета Дмитрий Абаренов будет лично контролировать процесс. Я что-то видел прямо отсюда, что какие работы идут, сколько техники, сколько людей. Протяженность новой дороги почти полтора километра, пропускная способность 64 тысячи автомобилей в сутки. Постройка выезда на трассу Дон станет очередным, но не последним пунктом в программе мероприятий по решению сложной транспортной обстановки в Ленинском городском округе. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.